Добрый вечер, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Вот такие новости на 17 марта 2022 года. Начну с Республики Крым. Как стало известно от информационного портала Вести Крым, крымские отельеры готовы разместить за свой счет семьи военнослужащих ранены в ходе спецоперации на Украине. Об убитых почему-то не упоминается. Всего вызвалось 25 отелей, которые готовы разместить около 300 семей. Это общее количество 1000 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, эта программа продолжит развиваться и в будущем. Вопрос. Если будущее, пока остается открытым. Сразу 6 краснокнижных животных оказались на грани исчезновения в Крыму. На грани полного исчезновения 3 вида летучих мышей. Тушканчик или земляная белка. Степной хорь и тюлень-монах. Об этом сообщает информационный портал Московский Комсомолец.ру. Отмечается, что эти виды будет трудно восстановить. В Крыму, в частности, 70 лет назад уже исчезли популяции летучих мышей на Карадаге. И в пещере Козилкаба. Их также не удалось вернуть даже в заповедных условиях. И это очень грустно. Но на фоне войны, конечно, это сейчас, наверное, не так и важно. В Краснодарском крае дополнили список социально значимых товаров и продуктов. Распоряжение подписал губернатор Иниамин Кондратьев. В перечень продуктов, на которые ограничивается наценка, включили фасованное сливочное масло, черный байховый чай, вермишель, пеленки для новорожденных, детский стиральный порошок и детское мыло. Также вошли продукты для детского питания. Это сухие молочные смеси, а мясные и овощные консервы. В список социально значимых продуктов по-прежнему входят замороженные куры, рафинированное подсолнечное масло, питьевое молоко и кефир 2,5% жирности, сметана 20% жирности, обезжиренный творог, куриные яйца 1 и 2 категории, сахар, песок, поваренная соль, пшеничная мука высшего сорта, хлеб, шлифованный рис и гречневая крупа. Компаниям розничной торговли рекомендовали реализовывать социально значимую продукцию с наценкой не выше 10%. В нашей новой реальности вопрос прокормить себя и своих близких с каждой недели, я думаю, будет все актуальней и актуальней. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра!